И приснился мне сон. Этот сон ускользнул от меня. Накануне этого мне приснилось, что на блокпосту вместе распивали сотрудники полиции спиртные напитки в машине марки BMW. После чего водитель BMW, будучи в низшем звании, возрасте и должности, был послан за колдырем на своем транспортном средстве. После того, как он вернулся на пост, он не очень удачно припарковался. Два сотрудника полиции умерли, один попал в реанимацию. Люди не пострадали. Достоверным же мой сон делает заявление жены одного из сотрудников полиции, которая, уверен, скоро поменяет свои показания. СМИ пишут, что она утверждает, что данный атлет все-таки был действующим сотрудником полиции и заступал на смену в ту ночь. Таким образом, мой сон, что они бухали вместе, очень рискует стать вещем, потому что как иначе объяснить, почему пьяный в хлам сотрудник полиции ездит на личной машине ночью? Он что там, в одиночку набухался? Двоих полицейских, кстати, наградили посмертно сам президент. Об этом с ней написал у себя в инстаграме. Кстати, подпишитесь и на фейсбук тоже. Я там тоже разные сны и мысли публикую. После того, как я опубликовал свой сон, пресс-секретарь ДП Салтанат Асербек заявила, что все это не более чем сон, и никаким полицейским водитель БМВ никогда не являлся. Но так как у нас в стране провидцев много с вещами с нами, под давлением этих самых провидцев МВД признали, что все-таки у них работал этот бешпармак атлетического телосложения. Получается, что Асербек, делая заявление для СМИ, что он там никогда не работал, соврала нам. Объяснение, что она выполняла лишь приказ, я лично не принимаю, потому что ей платят зарплату из бюджетных денег. Не для того, чтобы она нам врала и перебывалась по три раза в день. Прежде чем сделать заявление, она должна лично 10 раз все перепроверить. Если бы департамент полиции существовал на голом энтузиазме, как наш храм правды, то у меня не было бы к ней претензий. Я бы понял, что Асербек работает там на трех работах и комментирует ситуацию в департаменте полиции, это лишь ее хобби. И досконально проверить информацию у нее просто не было времени. Ну, так как она профессионал, то, извините, спрос должен быть как с профессионала. Сообщила неправду уволить по статье за профнепригодность. Давайте теперь посмотрим на несколько моментов. Первое. Изначально не публиковали ни одной его фотографии, где бы торчала его рука, нога или хотя бы кусочек его необъятной ряхи, которую за три дня не обгадишь. Второе. Фотография, где он лежит в наручниках в палатке, он там почему-то голый. И третье. Во всех этапах отрицали его причастность к органам полиции. Начнем не по порядку. Голый он потому, что коллеги с него, видимо, сняли форму. Одели наручники, бросили на пол, даже стульчик не дали и принялись фотографировать. Теперь вы поняли, да, откуда взялось название в видео. Напоминаю, это мне все просто приснилось. И согласно моему сну фотографии, где он не в форме, а заявление про секретаря, выглядит уже как укрывательство. И теперь переходим к самому интересному. Если мой сон он вещий, и они бухали вместе, именно поэтому он приехал к ним на пост обратно и неудачно припарковался, то, за что вручили награды посмертно погибшим сотрудникам полиции. Этим, кстати, можно объяснить, почему сотрудники полиции находились не на посту, не в палатке, а в машине зависали. Потому что они бухали вместе. Там, собственно, и фотографии свидетельствуют о том, что солнце только на рассвете. То есть, все дело происходило ночью. А рассвет у нас в 5 утра, если кто не знает. Я все понимаю, отцы детей, главы семейств, но награды нужно отозвать, провести полноценное служебное расследование с привлечением общественности. И выяснить все обстоятельства. Если мой сон был вещий, и все-таки они бухали водку вместе, то привлечь нужно всех сотрудников за укрывательство. И как снилось мне. Сегодня уже пошла волна добра от сотрудников полиции. Сейчас они помчатся спасать из пожаров, из воды, и даже за аренду квартиры будут платить участковые вместо многодетных матерей. Позывы добра, которые происходят после вот таких вот фейлов, это не что иное, как дешевый спектакль. Даже пропагандой не назвать. Всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо за вашу поддержку. И от души спасибо системе МВД за то, что они в очередной раз показали, что им верить нельзя. Всем еще раз добро пожаловать в Алматы 2020. Наша радио Свобода в каналах, Инстаграме общает круглосуточно. Если вы были очевидцем событий, когда сотрудники тех или иных служб превышают свои полномочия, присылайте нам видео в Директ, Фейсбук или Телеграм-чат. Все ссылки вы найдете в описании.